Приветствую вас еще раз. Вижу, что свой вопрос вы дополнили. Вот, поэтому давайте его разберем. Итак, значит, вы пишите, что мне 37 лет и я достаточно долго работал над собой. И совсем недавно обнаружил, что начал взрослеть после ряда событий в моей жизни. Таких как уход мамы, с которой не было, должны их сепараться. Ну что ж, смотрите, здесь у меня к вам, пожалуй, ряд вопросов. Первое. Что для вас означает возраст? То есть какое значение для вас имеет то, что вам 37 лет? Что вы понимаете под работал над собой, да? То есть как это вы работали над собой? Вы говорите, ну, несколько раз вы говорили о терапии, о том, что вы делали в терапии. И в общем и целом, если вы занимались терапией, это хорошо. Но я не очень понял, у вас она закончилась, вы ее прекратили или что. Или это была самопомощь, но тогда это не работало над собой в этом смысле. Дальше, вы говорите, совсем недавно обнаружилось, что начал взрослеть. Что это значит? Вот буквально. Что вы имеете в виду под взрослением? В своем первом ответе я вам уже, как бы, немножко говорил об этом. И хотел бы спросить еще, что означает для вас взросление? Далее. Значит, уход от мамы. Ну, про уход от мамы и про все, что с этим связано, я отказал. Поэтому постараться не буду. Что касается сепарации, ну, на мой взгляд, уход от родителя не означает сепарация от него. В этом смысле. То есть, как бы, тот факт, что вы потеряли маму, да, по факту ее больше нет, не означает, что вы теперь можете сепарироваться. Да, вам приходится решать какие-то задачи, вам приходится решать какие-то вопросы. Но сепарация, это ведь все-таки больше полагаться на себя. А вот полагаться на себя, как раз у вас, на мой взгляд, получается не очень хорошо. То есть, вы себе, на мой взгляд, доверяете весьма и весьма плохо. Поэтому, 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 сепарация предполагает, во-первых, наверное, выгоду от этого. То есть, вы сепарируетесь тогда и только тогда, когда у вас будет реальная выгода от сепарации. То есть, когда вы, прямо вот, будете понимать, когда вы будете чувствовать, когда вы будете знать, что сепарация это именно то, что вам нужно. А сейчас, на мой взгляд, на мой взгляд, вы этого не знаете. На мой взгляд, сейчас вас сепарация в этом смысле пугает. Вот. Она вызывает у вас не очень позитивные чувства. Вот. И скажу вам честно, что вас можно понять. То есть, вас можно на самом деле понять, почему так. Чувствуется, что вы довольно хорошо подкованы интеллектуально. То есть, ну вот, на самом деле, вы много всего знаете, судя по тому, что пишете. Но я бы хотел, конечно, как-то вот уточнить этот момент, что в моей практике, в моей практике, большое количество знаний не дает результата. Вот. Поэтому, ваши знания с сепарацией и всего остального. Мама была очень добрым человеком, но жертвенным, запостренным чувством вины и вследствие чего. Отец всегда вытирал об нее ноги, все вокруг просто нарушали ее границы, а она продолжала любить. Я думаю, что вы сомневаетесь в любви своей мамы к себе. Это первое. Второе, я думаю, что вы столкнулись с большим количеством подавленной агрессии в своей мамы. То есть, это вот обида и, ну, в какой-то степени злость ее, в том числе, а не ваша. Вот. Ну, какая-то часть, какая-то часть, например, вашей злость и ваши обиды, это мамины чувства, потому что вы с ней, как бы сами сказали, были не сепарированы. Соответственно, многие вещи, вполне возможно, вы просто, так скажем, повторяете от своей мамы. Вот. Естественно, это в данном случае только предположение. Но предположение, ну, как мне кажется, довольно основательное. То есть, ваша мама вела себя так, как вела. Вот. И я думаю, что вы вряд ли будете сильно спорить с тем, что ваше поведение похоже на поведение своей мамы. То есть, вы, как бы, в этом смысле, вы ближе к своей маме, очевидно, чем к отцу. Ну, вот. Дальше. Отец был тираном, который просто избивал меня в детстве, внушая мне, что нельзя оставаться в своей личной границе, нельзя быть с собой. Потому что, почему у меня были сильные неврозы, сколько себя помню. Чувствовал внутреннее напряжение от непринятия себя, своих качеств. Но последние годы усиленной работы в терапии над собой начал ощущать существенные сдвиги. Вот. Здесь вы говорите про терапию. И, собственно, очень важный момент, да? Точка входа в терапию, точка выхода из терапии. Потому что, ну, вот, вы занимались терапией, и как, в этом смысле сейчас обстоят дела с ней. То есть, если вы занимались ею, почему перестали, да? Что послужило поводом для обращения здесь и сейчас к нам, да? Вот. То есть, ну, терапию просто лучше проводить с одним психологом. Вот. Не менять, потому что, ну, подходы у всех свои, да? Личности, личности у специалистов различаются, и, соответственно, не всегда это, вот, сказывается как-то совсем позитивно на, ну, на человеке, да? Вот. Поэтому вполне возможно, что вам какие-то вещи, например, проживать и проходить заново. А это неизбежно, если мы говорим о, ну, о начале работы, да? Вот. Это неизбежно, то вам это будет, ну, попросту, возможно, тяжело. Вот. Но самое здесь печальное то, что, говоря о важных вещах, вы будете чувствовать, чувствовать их совсем по-другому. То есть, вы будете чувствовать и ощущать эти вещи не так, не так, как, вот, могли бы, ну, если бы, вот, говорили об этом, ну, например, впервые. Вот. Или, может быть, не впервые, но с одним и тем же человеком, вот, если бы вы говорили. Вот. Поэтому очень важно на это, как мне кажется, сейчас обратить ваше внимание, да, и, ну, просто дать вам, как я надеюсь, пищу для размышлений. Вот. Что касается того, что делал ваш отец, то, знаете, здесь скорее чувствуется страх, как мне видится. То есть, основное, что я чувствую, это страх, это не обида, не агрессия даже, а именно страх. То есть, я чувствую, что вы боитесь. То есть, условно говоря, что происходит? Происходит, происходит то, что вас, вас, как бы, сметает вот эта волна воли вашего, ну, вашего папы. Вот. То есть, когда это происходит, когда вас сметают, вы, на мой взгляд, теряете себя. Вот. Вы теряете себя, вы теряете, вот, как бы, самоощущение, так скажем. Вот. И, соответственно, это, ну, на самом деле, это страшно. Это страшно. Вот. Поэтому я думаю, что здесь одной из ваших задач является, конечно, является, конечно же, прикосновение к себе в этом моменте, в моменте, когда вы теряетесь, когда вас сметает, когда вы чувствуете себя так, словно, ну, по сути, словно вас нет. Вот. На самом деле вы есть, на самом деле вы есть, на самом деле вы никуда не деваетесь, но воля вашего папы, она просто вас сметает. Вот. И вам кажется, что вы полностью подавлены. Собственно, это происходило в детстве, и это отчасти может быть происходит сейчас. Дальше. Я всю жизнь был в сильной обиде на отца за его насильственное поведение по отношению ко мне. Эээ, обида. Интересная история. Обида. Эээ, ну, как вы понимаете обиду? Вы говорите, эээ, сильную обиду вы чувствуете? Вот. Как вы, как вы понимаете обиду? Как вы понимаете, что то, что вы чувствуете, это обида? Вот. Из чего она состоит у вас? Эээ, обида, я имею в виду, да. Из чего состоит у вас? Как вы сами, вот, ну, думаете. Эээ, дело в том, дело в том, что, эээ, довольно часто, эээ, с одной стороны, обида состоит из ожиданий, что, эээ, человек будет вести себя, вот, ну, каким-то обидом. Эээ, строго, эээ, строго определенным образом. С другой стороны, обида предполагает перекладывание на человека же ответственность за то, что я хочу, то есть мне что-то нужно, я перекладываю ответственность на это за, на другого. Вот. Это такой аспект. И третий аспект заключается в выгоде. Опять же, вторичная выгода. То есть я обижаюсь, потому что мне так хорошо. Я от этого что-то получаю. Вот. Например, я обижаюсь, и поэтому я имею право на то-то-то-то-то. Если бы я не обижался, то я не имею права на то-то-то-то-то. Понимаете? Вот. Забегая чуть-чуть вперёд, хочется сказать, что окончание вашего текста тоже отчасти напоминает мне это. То есть вы обижены явно на какую-то часть наших коллег, как мне показалось. Вот. Явно вы чувствуете в себе такую вот потребность, да, выявить свои, ну, свои требования, да, свои... себя. Проявить себя. Вы чувствуете желание это сделать. Вот. Но в то же время вы можете это сделать только когда вы почувствуете вот, ну, знаете как... Почувствуете, ну, скажем так, какую-то несправедливость. Вот давайте... Давайте вот так я попробую сказать, да. То есть если вы чувствуете несправедливость, да, по отношению, например, к себе, то вот вы позволяете себе что-то. То есть вам нужны условия. Чтобы эти условия соблюдались, нужны какие-то вот, ну, какие-то рэкетные чувства в этом смысле. Понимаете, да? Так что обида это довольно сложное состояние. Вот. И очень важно, чтобы вы сами себе хотя бы отдавали отчет, когда вы начинаете эту обиду, например, чувствовать. То есть вот как она ощущается. Чего вам в этой обиде хочется? Дальше. Так, значит, я был в обиде на отца за его насильственное поведение по отношению ко мне и даже как-то в глубоком погружении, непонятно, все это глубокое погружение, ощутил, что моя потребность в базовой безопасности была сильно подавлена и для меня отстаивать себя или свои границы означал ужас и страх, связанный с насилием над собой. Да. Это правда. То есть здесь у вас, здесь у вас действительно есть такой опыт. Это правда. То есть это опыт, от опыта никуда не деться. Но. Правда в том, что опыт можно изменить. Можно изменить этот опыт. Можно поменять его. Да. Но для того, чтобы его поменять, нужно, во-первых, нужно признать в себе наличие, наличие, наличие чего-то. Это первое. И второе, это, пожалуй, ничем не бороться. Как мне показалось, вы хотите прям вот, ну, чуть ли не, знаете, буквально избавиться от страха. Вот. Ну, мне кажется, мне кажется, что не нужно. Мне кажется, что не нужно избавляться вам от страха своего. Потому что, ну, все-таки страх это то, что в целом, наверное, человеку нужно. Вот. И вам нужен страх. Просто сейчас он, что называется, достаточно сильный. Он, как бы, вытесняет у вас все остальное. И мешает вам. Поэтому вы считаете, что, ну, как бы, что лучше бы, если бы его не было. Вот. Но страх нужен, страх необходим. Потому что страх напоминает о том, как с вами нельзя. Понимаете, да? Вот. Страх напоминает, страх показывает, как с вами нельзя. То есть страх это та мотивационная основа, которая позволяет вам устанавливать личные границы в том числе. Вот. Это не означает панику. Это не означает, что вы будете там, не знаю, в панике бегать, да, и там, ну, требовать там что-то от кого-то, да, и так далее. Нет. Совсем нет. Совсем, совсем нет. Но страх необходим. Вот. Поэтому мне кажется, что в этом смысле вы, возможно, ставите перед собой такую достаточно тяжелую, тяжелую задачу, вот, с которой вам, ну, не то чтобы прямо тяжело справиться, да, то есть, может быть, и не так прямо уж тяжело. Вы могли бы с ней справиться, я имею в виду. Но просто она требует очень больших заплат, энергии. Она требует очень больших заплат сил. Вот. А, соответственно, это приводит в состояние, в состояние мобилизации ваш организм. И блокирует, ну, какие-то вот, может быть, ну, такие конструктивные моменты, вот, которые могли бы вам, в принципе, при других обстоятельствах, да, пойти на пользу. Вот. А так, получается, вам это только идет в обряд. Дальше. Значит, моя потребность в безопасности была сильно подавлена. Теперь вы пишете, да, а что такое безопасность? Безопасность – это личные границы. Что такое личные границы? Личные границы – это замечание и вербализация того, что я хочу и не хочу. Вот. То есть, это размещение себя, да? Вот. Ну и вы же, вы же не думаете, я надеюсь, что, например, когда человек себя размещает, он не боится. Он боится. Он боится. Все боятся. Боятся нормально. Дело не в том, чтобы убрать эту подавленность. Дело в том, чтобы довести до, ну, или равнозначного значения, или до комфортного, комфортного значения для вас. Другую, другую, другую тенденцию, о которой я только, только что сказал. Вот. Понимаете, да? То есть, вы говорите, что моя потребность в безопасности была сильно подавлена. Мне вот хочется у вас, знаете, спросить, а почему именно потребность в безопасности и почему она подавлена? То есть, как вы к этому пришли? То есть, ну, с чего вы это решили? Что именно потребность в безопасности подавлена? Что подавлена сильно? Вот. То есть, откуда? Откуда это? Вот. И для меня отстаивать себя или свои границы означает ужас и страх, согласно с насилием до мной. Это правда. Действительно. И, опять же, любой человек может оказаться перед таким опытом. Любой. Вся разница в том, что у взрослого человека есть возможность себя защитить. У ребенка такой возможности нет. Да? То есть, ну, ребенок, как правило, не имеет, не имеет таких возможностей. Ребенок, как правило, не может себя защитить. Вот. И у ребенка закрепляется беспомощность или выученная беспомощность, как иногда это называется. Да? Вот. А что безопасность такое для вас? Ну, вы о ней говорите, да, что безопасность подавлена. Вот что для вас безопасно? Вот попробуйте для себя это сформулировать. Причем, говорить старайтесь только про себя. Не старайтесь говорить про других людей. Что должны делать другие люди. Нет. Только про себя. Да? Да? Вот такой тоже очень важный момент. То есть, если предположить, например, что мы сейчас как-то с вами, например, ознакомимся, да? Вот. И я хочу там узнать о вас, да? Хочу понять вас, например. То эта вот информация как раз она могла бы существенно облегчить эту задачу. Вот. И довольно быстро показать, как у вас именно вот, именно конкретно сейчас, да, обстоят дела с вашим, психологическим, например, состоянием. Вот. Понимаете? Какая история? Поэтому отнеситесь, пожалуйста, к этому серьезно. Это важно. Вне зависимости от того, обратитесь вы ко мне или нет. Вот. Просто уделите этому, пожалуйста, какого-то внимания. Дальше. Месяца три назад ко мне начали приходить знаки, что важно принять адсо. Что это за знаки? Знаете, здесь есть элемент мистики, элемент мистического мышления. Или магического мышления, как его иногда называют. Потому что с точки зрения психологии, да, с точки зрения психологии как науки, ну, мы не можем говорить о каких-то магических вещах. Да? Мы не можем говорить о каких-то знаках. С точки зрения психологии, если человек видит знаки, значит, он видит то, что с ним происходит. То есть, это проект, это ренос, вот. А именно, это присваивание внешнему миру того, что человек видит и чувствует и хочет сам, вот. Если я хочу есть, то я везде вижу еду. Если я хочу пить, то я везде вижу, соответственно, вот. И так далее. Вот. То есть, то, что вы подразумеваете под знаками, это проекция. Вот. Вот. Дальше. Вы, говорит, значит, важно принять отца. Зачем? Ну, то есть, вот, буквально, зачем? Ну, в смысле, ну, желательно, конечно, его принять. Да, это было бы хорошо, но, ну, не принимайте вы его. Ну, и не принимайте его. То есть, зачем? Кому это, это важно? Кому это, это нужно, чтобы вы принимали свою отца? Мне, например, кажется, что вы имеете право его не принимать. Вот. То есть, безусловно, вы всегда будете оставаться его сыном. Это безусловно. И, безусловно, на вас будет как-то влиять то, что вы его сын. Это тоже правда. Но вам вовсе не обязательно его принимать. Вы вовсе не должны его принимать. Вот. Поэтому, поэтому, извините, но вот этот момент для меня не совсем ясный. То есть, зачем вам его принимать? Вот. Вы можете почувствовать его. Сейчас вы можете почувствовать, как он человек. Вы можете постараться узнать его получше. Я имею ввиду своего отца. Да? Вот. Это всё вы можете сделать. Вы можете выработать своё отношение к нему. Благодаря этому. Это правда. Но принимать отца вовсе не обязательно. Поэтому, честно говоря, здесь вы себя как будто бы заставляете. Это дело. Вот. Ваша мама, она ведь тоже, я так понимаю, папа-то вашего принимала или старалась его принять. Вот. И вы сами говорите, что это, ну, в целом, это довольно печальная была история. А вот мне, например, показалось, показалось, что вы идёте, ну, вот, похожим путём. Вот. 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 Вам не принять папу нужно, а вам почувствовать его нужно. Почувствовать себя с ним нужно. Потому что, эээ, сейчас, эээ, вы с ним, этот человек реагирующий. Только. Но не чувствующий. Вы, эээ, вы с папой, эээ, человек, который, эээм, только откликается на что-то. Ну, то есть, эээ, который только реагирует на что-то. Который только, знаете, как вот, эээм, да, вот, ну, буквально, эээ, человека бьют, да, а он только защищается. Вот. Вот. Вы, эээ, вы тот, кто только защищается, но себя не проявляет. И я ни в коем случае не хочу сказать, эээ, что как-то, вот, эээ, могло бы быть или должно было бы быть по-другому. Нет. В вашем, эээ, в вашем случае нет. Я просто говорю о том, что вы, ээээ, эээ, мне, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вы просто, эээ, путаете принятие и немножко другое. Вот. Мне кажется, мне, эээ, думается, что человек, эээ, свободен не принимать от того, что он не хочет принимать. Например, вы вправе, вправе не принимать, ээээ, там, не знаю, допустимость насилия по отношению к, эээ, ну, по отношению к себе, да, например. И я не думаю, что, ээээ, есть что-то, что может, ээээ, как-то сподвигнуть вас на иное. Понимаете? Но не принимая человека полностью, к нему можно как-то относиться. И картинка восприятия этого человека будет со временем меняться. И, возможно, когда-нибудь вы сможете его и любить. Кто, кто знает. Эээ, заставляя же себя его принимать и превращая это тем самым в, в такую, ну, знаете как, эээ, ну, может быть, в работу, да, то есть вы себя прям, эээ, вот говорите, что важно это сделать. А, эээ, вы просто, ээээ, снова себя, ээээ, как мне видится, ээээ, лишаете, ээээ, свободу. Вот. Ну и можете быть уверены в том, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не бывает из этого ничего, ээээ, хорошего. Далее. Ээээ, значит, для меня это был абсурд, но я решил попробовать. А зачем? И, и что значит абсурд? Ну, я приехал, эээ, так, я потихоньку начал его принимать. А как? Как вы это делали? Эээ, рыбал ножами, от чего так и начала выходить любовь, которую я заблокировал к нему. Вы знаете, вы говорите о, ээээ, таких, эээ, вещах, эээ, так уверенно. То есть, ээээ, ну, в смысле того, что, ээээ, вы, вы говорите о том, что я начал его принимать. То есть, ээээ, вы просто вот, вот просто взяли и просто начали его принимать так, что ли? Как это работает-то? Почему вы думаете, что ваши слёзы – это любовь? Вот. То есть, эээ, безусловно, может быть любовь. Но там не только любовь. Там никак не может быть только, ээээ, только любовь. Там однозначно есть что-то ещё. Как бы вы не доставляли себя, эээ, думать, что там должна быть ээээ, только любовь, вот что. Самое в этой ситуации могло бы быть неприятное. Если в какой-то момент вы начали бы требовать от себя принять и любить отца, посчитав, что только так вы можете быть счастливым. Ну, это, во-первых, это не так, а во-вторых, это, ну, ээээ, как бы мало чем отличается от насилия, о котором вы говорите. Так, эээ, значит, я приехал к нему в город, обнял его, плакал, после этого начал ощущать сильно уверенным в себе. А от чего, что изменилось? Даже я ощущал силу в своих ногах, как будто у меня сильные корни и была сильная уверенность в делах и бизнесе. От всего этого я ловил всю сильную эйфорию, так как не мог ощутить такую уверенность. При этом, обратите внимание, да, что эта уверенность не связана как будто бы напрямую с вами, от слова совсем. Эта уверенность, она как будто бы даётся вам папой. Вы не замечаете, что лично вы сделали для того, чтобы эту уверенность почувствовать. Это сделали вы что-то. Папа здесь ни при чём. Кстати, эээ, интересно, как он отреагировал на то, что вы его обняли и плакали. Означает ли это, что он, например, ну, сейчас другой человек, то есть означает ли это, что он сейчас к вам относится по-другому? К себе относится по-другому? Вот. Или как? То есть, вот, ну, просто, понимаете, то, как вы, например, описывали своего отца, мне казалось, что для него невозможно как-то вот, ну, обкликнуться, да, на вот такую форму взаимодействия с вами. Вот. То есть, вероятно, с ним что-то, ну, что-то произошло, вероятно, он изменился. Вот. А, вероятно, он может быть не такой, как вы его себе представляли. Уже. Может быть, он, эээ, может быть, он другой на сегодняшний день. А какой он тогда? А какой вы с ним? То есть, вот, я-то какой, когда я плакал? Вы говорите о том, что вы чувствуете, эээ, чувствовали уверенность. Вы говорили о том, что вы, эээ, чувствовали, значит, эйфорию. Но какой вы? Вот, что самое-то, пожалуй, главное. Какой вы? А этого, как бы, этого нет. То есть, понимаете, да, чувствуется вот некая оторванность такая от себя здесь. И чувствуется то, что, эээ, ну, вот то, что я назвал бы объектным, эээ, отношением к чувствам. Когда, эээ, человек чувствует, эээ, стремится к определенным чувствам, прям, вот, стремится к определенным чувствам. Эээ, вот. И, значит, хочет их, эээ, ну, почувствовать хочет их. Вот так же и вы, эээ, в данном случае, ну, ну, делает, как мне кажется, повторюсь, да? Вот, то есть, эээ, это дает мне, эээ, сомнения в том, эээ, насколько, эээ, вот вы себя, ну, знаете. Вот. Дальше. Эээ, так. Дальше я стал работать над своим чувством вины, которое очень глубоко во мне сидело. Если я случился, я сразу на вас пожертвую в руках своих жен, которые давили на нее и начал ощущать, что я просто не позволял себе жить так и так, как я хочу или просто не имею на это право. Эээ, чувство вины – это про злость. Это про злость, то есть вы подавляли злость. И тогда, прорабатывая этот вопрос, я начнулся на того ребенка 6-9 лет, который был избил в детстве, которому нельзя быть собой, который взял всю вину на себя за то, что отец и брат его убили, за то, что он отставил свои интересы, и решил, что с ним что-то не так, раз его избивают все время, и принял решение, что такой, какой я есть, неправильно. А чувствуется в этом много боли, я не уверен, что всю боль вы прожили. Опять же, как именно вы этот вопрос прорабатывали? Я долго рыдал, приходил в себя во взрослом состоянии, убеждая своего внутреннего ребенка, что я его принимаю таким, как он есть, и может слиться на них и выразить подавленный гнев. И когда я начал его выражать, то была сильная злость и обиденный отца за все, что он делал со мной. Это нормально, это нормально в данном случае. После таких зантов чувство вины стало немного спадать. Если раньше от 0 до 10 было 10, то стало 8. Но теперь все принятие отца куда-то улетучилось, и основа чувства университета. Я повторюсь, во-первых, принятие не может быть чем-то статическим, а во-вторых, никто не говорит, что вы должны его принимать. Мой вопрос, как можно прорабатывать все чувства внутреннего ребенка, включая чувство вины? Так, чтобы потом можно было принять моего отца для моего же блага или моего материального состояния? Я повторюсь, ваше материальное состояние никак не зависит от принятия отца. А прорабатывать чувства? Проживать их. Проживать, получать отклик. Вот. Либо путь истинного принятия отца через ненавидение его. Нет, 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 нет. Вы зациклились на принятии отца. Или я принес своего отца искусственно. Нет, я не думаю. Я думаю, что вы приняли его просто не целостно. Прошу очень внимательно прочесть мой вопрос и не отвечать, что это сложный вопрос. Опасно было прорабатывать в основном, что нужен грамотный специалист. Я хочу развернуть ответы на мои вопросы. Ну, я думаю, что ответ можно дать только в рамках подхода. Вот. Я вам его дал, как мне кажется. Имеет глубину эмпатии и чувствует человека. Имеет хорошее понимание того, о чем я тут расписал. Глубину эмпатии и чувствует человека. Не спорю. Не спорю с тем, что это важный момент. Вот ни в коем случае с вами не спорю. Но хотел бы просто уточнить. Уточнить хотел бы. А почему именно эмпатия? И как вы пришли к тому, что вот нужно вот именно вот то, что вы называете чувствованием человека? То есть, как вы, так к этому пришли сами. Вот у меня, пожалуй, какой вопрос к вам. Вот, вот. Ну, а что касается ответов, то на мой взгляд вам, Кудрышев Игорь. Леонидович довольно хорошо ответил, что в психотерапии главный вопрос, он ответ. И ответы вы найдете сами. При этом эти ответы будут, в общем-то, меняться. Они будут как-то видоизменяться по мере того, как будете, например, меняться вы. Поэтому, на мой взгляд, фиксироваться на ответах не лучшая идея для вас. Вот. Такие дела. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Ап take care. Там у меня уже прошелiau. Продолжение следует...